Первым перед общественниками выступил Сергей Кучиц. Заместитель председателя правительства области представил характеристику работы в курируемых отраслях. Первый блок касался сферы здравоохранения. Достигнут исторический минимум младенческой смертности. Он составил всего 3,8%. Этого удалось достичь за счёт повышения квалификации специалистов и закупки современного оборудования. К слову, оно поступает в регион по нацпроекту здравоохранения. С федеральной поддержкой в областном центре возобновили работу санитарной авиации. Это помогло спасти 21 жизнь. Медпомощь стала эффективнее не только в воздухе, но и на земле. Полностью запустили в работу имеющийся у нас 31 передвижной мобильный комплекс, который позволил нам проводить как консультативно-диагностическую помощь, так и диспансерную работу в сельских районах. Произведено переоснащение региональных сосудистых центров и отделений первичных сосудистых заболеваний был сформирован РСЦ в Новоспасском районе. Второй блок посвятили работе регионального министерства физической культуры и спорта. Глава ведомства Рамиль Егоров не смог лично зачитать отчёт по уважительной причине. Итоги работы огласила Татьяна Хисматулина. В минувшем году увеличилось число ульяновцев, ведущих активный образ жизни. Это больше полумиллиона человек. Успехами могут похвастаться и профессиональные спортсмены. 220 человек включены в составы сборных команд Российской Федерации. Чтобы чемпионы могли брать новые вершины, в регионе строятся площадки для их подготовки. Закуплено спортивно-технологическое оборудование, созданы малые спортивные площадки ГТО в четырёх муниципальных образованиях Ульяновской области. Это в Корсунском районе два адреса, Базарный Сызганский район и Николаевский район. Закуплено оборудование для приведения организации спортивной подготовки в нормативные состояния. Три спортивные организации. Финальным заслушали отчёт Артёма Мирошникова. Министр молодёжного развития области подключился по видеосвязи. Из главного можно отметить, в регионе динамично развивается волонтёрская деятельность. В 2022 году почти пять тысяч юношей и девушек прошли обучение в центрах поддержки добровольчества. Крупнейшие международные всероссийские окружные и региональные события этого лета проходили при содействии молодёжного волонтёрского корпуса.